Чего бы ты не хотел, чтобы люди делали по отношению к тебе? Категорически ты бы не приемлем в отношениях? Ты готовишься к служению, они вторгаются в твой внутренний мир или нет такого? Знаете, я просил бы об одном. Если вы в чем-то со мной не согласны, не травите других. Потому что то, что каждый из нас пережил по отношению к другому человеку, оно может стать такой отравой. Я могу с этим жить. Я могу с этим жить. Есть такое, что со мной кто-то может несправедливо относиться, и я сам могу с этим жить, увидев неправильное отношение или что-то там не идеальное в человеке. Но если я об этом начинаю говорить всем вокруг, то не факт, что все, кто это услышат, они способны трезво оценить это. И это многих может убить. И я бы здесь даже не столько защищая меня просил, сколько подумать, а какой это эффект произведет в жизни тех людей, которым мы своими несогласиями делимся. Потому что несогласия есть два. Есть деструктивный конфликт, а есть конструктивный. Деструктивный – я отрицаю все. Просто он все для меня в моих глазах упал. Конструктивный – давай поговорим, мы найдем что-то, что принесет мир. Потому что Царство Божие – это мир, праведность и радость. И поэтому конструктивный конфликт должен заканчиваться. И его идея такая, чтобы закончилась миром, радостью и праведностью. И два человека выходят из этого конфликта наполненными. А деструктивно уходят разбитыми, разочарованными, с ненавистью. Вот я бы вот об этом просил бы только. Сергей, смотри, у нас были случаи, когда пасторы уходили. Они, слава Богу, в христианстве остались, просто сложили себе полномочия. И был момент, когда ты церковь закрывался. Ну, район у нас был эксперимент. Не страшно было сначала открыть, а потом закрыть? Ну, знаешь, я такой пастор, такой руководитель, который все время что-то экспериментирует. Может, для тех, кто не знает, у нас было в Октябрьском районе церковь, да? И в Черемушка. Да, Ленинский. Наверное, это для какого-то периода времени это было правильным шагом. И мы увидели, что это возможно. Но, с другой стороны, наверное, мы не были готовы к самому подходу вот так открывать служение. Потому что нужно было отпустить множество людей из главной церкви. Их надо было… Надо было это понимать, что надо так сделать. Но в том сезоне, наверное, мы не были готовы, я не был в чем-то готов. Потому что ребята, которые туда уходили, понятно, что они весь ресурс брали из нашей как бы центральной церкви. И они обращались к предпринимателям церкви. Они звали каких-то людей там послужить, да, для чего-то. И знаешь, как, ну, все равно, ну, у тебя же есть еще планы здесь. И получалось, что на некоторых людей стали появляться такие двойные, тройные нагрузки. И, например, к нему кто-нибудь с филиала подошел там для того, чтобы что-то купить там. Он взял, помог там что-то приобрести. Вроде бы это для нас все общее, да, вроде хорошо. А с другой стороны, уже для чего-то в поместной, в главной церкви, да, скажем, уже, значит, у человека тоже. Либо ему надо двойную нагрузку брать. И также касаясь даров людей и финансовой нагрузки. И для этого надо было быть подготовленным. Но мы этого до конца не понимали, во что это все выльется тогда. Ну, и как-то Бог дал нам благодати, чтобы это быстро увидеть, что это не столько созидает и расширяет. Потому что, когда я проезжал по филиалам, я видел на собраниях не новых людей из этих регионов, а тех же самых людей, которые из центральной церкви, только они теперь еще по районам разбежали. Это плюсом было? Или они и там, и там собирались? Они и там, и там. Некоторые и там, и там собирались. И получалось, что, знаешь, как, наверное, нужно было, ну, просто не было стратегии этой. Просто это была какая-то эйфория, опять же, увидев у кого-то это. Ну, внутреннего откровения не было. И когда я все-таки понял, осознал, что мы не готовы, и наши лидеры не готовы, и наши пасторы не готовы районов для более зрелой работы, я понял, что, наверное, это неплохая стратегия, но к ней надо подготовиться. И мы вовремя свернули. Мы сильно далеко не зашли там. Ну, безболезненно все нормально. Ну, да. В Нижнем Новгороде Сергей нашел свое призвание в плане развития социального служения. И он прям, потому что у него был еще потом опыт, он ездил в Новосибирск какое-то время. И когда мы с ним разговаривали, а что если, ну, там или здесь? И он четко сделал выбор, что он будет социальное служение строить. Смотри, ну, о миссионерстве будет отдельная программа. Когда последняя церковь была открыта? Ну, примерно несколько же лет назад? Да, ну так, кто у нас последний, один из последних уезжал? Наверное, да, наверное, Краснодар. Ну, это уже лет пять назад, шесть. Ну, да, побольше, наверное. Как думаешь, почему сейчас вот мы затишили с миссионерством? А это был осознанный шаг? А, это прямо осознанно, что у нас сейчас нет. То есть у тебя внутри не то, что видение нет, желание, ну, пока никуда идти. Нет, сейчас все больше и больше появляется желание. Почему был осознанный шаг? Нам важно было понять, чего мы хотим от миссионерства. Нам надо было разобраться с внутренним состоянием, чтобы это не было обезьянничество. Чтобы это не было, знаешь, как «Ура, вперед, побежали, а потом не знаем, что с этим делать». К сожалению, я видел очень много негативного опыта, когда миссионерство – это просто землю пометить. Просто, знаешь, как кошки, животные метят территорию и просто какую-то команду высылают, типа «Мы уже здесь». А не факт, что эта команда выгребет и не факт, что эта команда сможет выбраться. Поэтому и у нас вот это вот какое-то было такое время, как некий, ну, не знаю, шапкозакидатческий какой-то такой подход. А, поехали, а давай отправим, а давай. И я в этом смысле, наверное, более основательный, что ли. Я не хочу, мне не столько важно… Ну, я уже тогда к этому приходил. Я как-то, понимаешь, вот, я думаю, а смысл в чем? Ну, вот есть в городе церкви. А смысл в чем? Почему мы еще должны там открыть церковь? А правда, почему? Ну, вот нужно на этот вопрос разобраться и ответить. Нет, у меня есть ответ, потому что есть все-таки то ДНК, которое у нас, да, есть та генетика, есть и откровения, есть та сила, которой нету тех других церквей. Ну, если по чесноку сейчас с тобой разговаривать, не в каждой же дочерней церкви, так я, на ДНК. Да, ну, потому что это, к сожалению, еще отголоски той шапкозакидатческой, скажем, идеи. Потому что, ну, например, мы видели людей, которые какой-то имели опыт служения в Красноярске. Когда мы предлагали переехать туда, мы надеялись, что этот опыт, вот, который у них здесь есть, там, сколько-то домашних групп, он скажется там, и они смогут столько же людей увидеть. А потом, когда они туда попадали, и они на каком-то этапе это что-то делали, ну, есть же разные этапы развития церкви. И здесь тоже и наши упущения, и их в чем-то. Ну, это такой опыт какой-то, какой-то позитивный, какой-то негативный. Вот из этого и складывается, ну, такая, знаешь, как опыт служения. Ну, тебя не выбивает это из истории, когда, знаешь, ты там, ну, рассчитываешь на одно, ты там, ты видишь человека здесь, ну, а там вообще другое там. Не, ну, выбивать выбивает. Я не могу сказать, что я такой прям, ну, конечно, выбивает. Конечно, любая неудача, она, ну, мной интерпретированная неудача. Потому что можно же из всего позитив найти, да, как харизмат говорит, в аду, да, я верю, что я в раю. И, к сожалению, вот эта иллюзия, да, когда люди, у них годами ничего не меняется, они говорят, что вот, смотри, зато вот это есть, зато вот это есть, зато мы верные. И меня это, с одной стороны, радует, а с другой стороны, раздражает. Потому что, ну, вроде верность есть, но меня раздражает, что нет плода. Потому что написано, что мы принесем много плода, тем прославится Отец наш Небесный. И я убежден, что дар, когда человек на своем месте, этот дар должен каким-то плодом быть доказан. Я не говорю про тысячи тысяч, но этот плод, он должен быть каким-то явным и очевидным. И вот это вот, ну, напрягает, когда верность есть, а плода нет. Ну, что такое верность яблони? Вот в чем ее верность? Ее верность в том, что она приносит из года в год урожай. Вот это и есть ее верность. А то, что она вот на этом месте стоит, годами, это тоже не такая... Я понимаю, что мы такие все философы, можем сейчас кучу всяких рассуждений, но все-таки все меряется по плодам. По плодам их узнаете, их, поэтому вот, не знаю, я как-то здесь вот такой, не знаю, и то, и то одно радует, а другое все-таки меня не раздражает, напрягает. Ну, еще о сложных ситуациях, вот, когда к тебе приходит, ну, мы уже касались денег, да, когда к тебе приходят, что, вот, там, говорят, что вот этот человек, там, несправедливо поступает, и ты знаешь, что он, ну, догадываешься, что он не очень, вот, и этот человек, там, часть твоей команды, к примеру, да, как это вот, что, ну, ты можешь как-то повлиять, или это все равно дается науку тому, что все тайное становится? Нет, я всегда стараюсь проявить какую-то инициативу, как минимум, я встречаюсь с этим человеком, звоню, встречаюсь, разговариваю. Исходя из этой первой встречи, я могу для себя понять. Ну, например, мне звонят и просят поговорить о человеке, который, к примеру, к нам перешел в нашу церковь, через какое-то там время он стал ходить. Но я понимаю, что я, наверное, на сегодняшний день не являюсь прям таким пастором для этого человека еще, чтобы в какие-то ситуации заходить и влиять. Я четко понимаю, я говорю сразу, ребят, я вам ничего не могу обещать, но как минимум я постараюсь найти ключ, как поговорить, но я не даю никаких гарантий. Когда этот человек давно в команде или там рядом как-то, я обязательно буду разговаривать, я буду очень строго разговаривать, очень серьезно разговаривать. Я буду, конечно, призывать и пытаться разобраться в ситуации, ведь у каждого человека в этой истории есть своя правда. и многим предпринимателям, особенно если предпринимателям, которые попадали в одни и те же заварушки постоянно, я понимал, я говорил им об одном, я говорю, ребят, бумажки, вам нужно оформлять ваши обязательства с вашим партнером, потому что если у вас нет бумажки, никто на вашу сторону не станет. То, что вы устно договорились, ну, это все тут уже у кого совесть насколько глубоко чистая, но таких людей, не знаю, перевелись они, может быть, они есть еще, или как мамонты вымерли, но бумажка – это хоть, по крайней мере, хоть какой-то повод к какому-то диалогу на эту тему. Но я стараюсь всегда проявить инициативу со своей стороны, ну, а там уже по ходу, как этот человек реагирует, если он полностью закрывается и говорит, ты не лезь вообще в это, ну, я отираю руки. Ты снимал людей со служения? Да. Ну, вот это тяжело. Мы пастора снимали со служения. Это тяжело для тебя, на самом деле? Ну, непросто, непросто, непросто. Потому что, понимаешь, ну, ты же себя ассоциируешь с этим человеком. Ну, понимаешь, когда ты ставишь человека на служение, то это ты. Ну, это часть тебя. Часть тебя, да. Но, по идее, я, когда Иисус кого-то ставит на служение, это все, ну, это он ставит свое имя и свою репутацию на алтарь. Вот так же, когда мы назначаем кого-то лидером или пастором, это, конечно, это часть нас. То есть, это ассоциируется с нами. И убрать человека со служения, ну, это непростая процедура для меня лично. Потому что все-таки у этого должна быть какая-то прелюдия, у этого должны быть какие-то предпосылки. Ну, конечно. То есть, это идут какие-то диалоги, какие-то разговоры, тет-а-тет, потом при двух, при трех. Вот, пастора мы снимали, сначала были личные разговоры, потом мы приехали, несколько пасторов, мы общались, мы смотрели, и мы поняли, втроем мы пришли к выводу, что у человека в этой сфере ну, непорядок, и он не изменится, он будет продолжать делать то же самое. И после этого мы приняли решение совместно, что надо убрать. Несколько раз, ну, допустим, ты говоришь, один сначала, несколько человек потом принимает решение. Это шанс дается? Конечно. Но идея в том, что любого человека мы верим, что можно исправить, если он захочет. И мы именно приходим, когда мы, когда я как пастор вижу какие-то ситуации, то я всегда даю шанс исправиться. Понимаешь, я даже какое-то время назад, не знаю, помнишь ты или нет, но я старался сказать это лидерам, что живя в Новом Завете, мы не меряем наказание шаблонами. Если мы одного человека за какой-то проступок сняли, разобравшись в его истории, мы его сняли, это не значит, что у нас теперь прецедентное право, и мы теперь снимаем всех по такому же принципу. Не разбираясь в ситуации. Ситуация, ситуация рознь. Люди по-разному себя ведут и по-разному выходят из пике. И поэтому иногда люди говорят, а почему вот с этим человеком так поступили, а вот с этим вот так. Но вы не знаете всех нюансов. И иногда мы не можем сразу все истории человека раскрыть, потому что если мы раскроем, оно волной может зацепить еще кого-то, и здесь нужно очень, здесь как по минному полю идешь, здесь нужно быть очень аккуратными с людьми, потому что ты не просто думаешь об одном человеке, ты думаешь о множестве. И вот эти моменты, поставить человека на лидерство, снять человека с лидерства, это, знаешь, как вот сейчас, ну минеры, да, вот некоторые же взрываются, когда устанавливают мины, а кто-то взрывается, когда разминирует. Поэтому это очень надо быть аккуратным, это такое непростое действие. Поэтому... Но эмоционально тяжело, ну вот снимать. Ну, потому что ты привязываешься, ты привязан к человеку, особенно если ты с человеком многое прошел, и ты видел на протяжении многих лет, что человек был в чем-то нормальный, а в чем-то был ненормальный. Но ты веришь за человека, что однажды он изменится. И когда еще ты знаешь, почему он вообще в этой роли оказался, что ты ему давал шанс выправить историю его, выправить его репутацию, что ты таким образом, ты пошел вопреки каких-то даже, может быть, устраивого смысла или каких-то правильных постановок вопроса, ты пошел и назначил его на эту роль, ты ему дал шанс быть служителем, ты дал ему это возможность. А он ее сам ломает, пилит сук, на котором сидит. И вот это вот, оно, конечно, не очень просто. Ты сказал такую интересную вещь, что, ну, это, я, ну, это, мой послание, когда, значит, я вот сейчас там в церкви сто с лишним лидеров, ты про каждого можешь так сказать, или сейчас это другая уже с тема работает? Ну, наверное, в этом смысле, наверное, так не скажешь. Все-таки это, наверное, близкий круг команды. Это есть такие, знаешь, круги, близкий круг, дальние круги. И, ну, вот, давай представим, что мы все равно будем, ну, вот, детей мы выращиваем, а внуков мы все равно не будем выращивать так, как детей. Мы будем какую-то роль проявлять, но не такую. А если так благость Божия будет, что и правнуков увидим, или прапраправнуков, то там вообще другая роль, да, наша. Поэтому, конечно, все-таки я могу так сказать о тех людях, с которыми я большую часть времени провожу, и кто со мной проводит большую часть времени. Ну, это старейшины. Ну, да, да, такой ближний круг. Когда финальный вопрос, когда было легче управлять церковью? 20 назад или сейчас? Ну, не знаю, правильно слово управлять, руководить, вести, пасти церковь? Легче, наверное, если вот это слово применимо, наверное, тогда. Задора больше у людей. Тогда? Да, мы все тогда глупые были. Ну, в том смысле, что мы мало что знали. И поэтому нами было, нам было легко руководить и что-то хотеть, потому что мы многого не знали и не умничали много, и не спорили много, а просто брались и делали. А сегодня уже все обросли опытом, все что-то знают, поначитались, понасмотрелись, о тебе сложилось впечатление у всех, да, о нашей семье, ведь, знаешь, как у нас на выездах, многие люди за эти годы, когда мы делаем какие-то общие встречи, у нас бывают такие спорные, огненные обсуждения с Ритой. и тот, кто понимает, почему мы спорим, он об этом не раздражается, не напрягается, потому что это не спор двух врагов, это не спор такой, который, ну, вот два ненавистных человека друг другу что-то пытаются доказать, это такой спор во благо, да, мы два эмоциональных, да, у Риты есть свой взгляд, она больше за людей, я больше за идеи, но сколько я замечаю, потом, нет, нет, знаешь, такие извительные фразки иногда, ну, вы же опять сейчас тут, ну, это, и я, я когда вот этот момент вижу, я понимаю, что люди просто взяли и неправильно интерпретировали, все, оно откуда-то из прошлого, пока мы не умели с этим разбираться, оно сформировалось, и сегодня на вот эти вот поведения, взгляд такой, что, и конечно вот сейчас руководить, попробуй сейчас, докажи обратное, а все эти споры заканчивались тем, мы приходили к чему-то хорошему, доброму, и потом церковь куда-то двигалась, а у людей интерпретация, опять будут спорить, а это часть рабочего процесса, и вот сейчас, конечно, в этом смысле сложнее, потому что опыта много, умничаем, знаем все сами, друг друга знаем, всех знаем, и из-за этого, наверное, ну, возникают какие-то такие, как сказать, думаешь, лишний раз стоит это говорить или нет, там, да, ну, подстраховываешься, не можешь быть, может быть порой, таким, какой ты хотел бы быть, в простоте, знаешь, опять что-нибудь не так интерпретируется, вот в этом смысле, наверное, раньше проще было, то, что мы об этом не задумывались, и мы жили, жили, делали и делали, а сейчас-то как-то уже так... парадоксально, знаешь, что мы не задумывались, и у всех теперь есть квартиры, машины, то есть, мы, по сути, 20 лет назад пришли же... Да, боль-моль повдоль, ну, реально же ничего не было, в общем, все мои квартиры, у многих машин даже не было, да, а сегодня у всех... Жизнь устраивается, да, Бог щедрый, Бог добрый, да, по разным способам это пришло, но это радостно видеть, как в жизни людей устраивается, дети растут, здоровые дети, с дарами, с талантами, очевидно, ты смотришь, все какие-то талантливые, все что-то хотят делать, да, не все в церкви хотят что-то делать, но талантливые, это интересно, это... это и парадокс в том, что тогда это вот, ну, верили, и делали, а сейчас умничаем. Да, а надо, ну, знаешь, как вот, буквально лидерская, недавно это было, про, говорит, вижу веру в твоей бабушке, в матери, и в тебе, и вот хочется, вот сейчас такой сезон, что хочется, что все-таки та же самая вера, она перекочевала или передалась следующему поколению, и они как-то, ну, были на нас в этом смысле похожи, вот в этом ДНК веры, чтобы они могли сказать, как Давид, имея тот же дух веры, я веровал и говорил, вот как-то вот, такой сезон сейчас. так далее. Спасибо за субтитры,